Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем урок математики, на котором закрепим знания таблицы умножения и деления с числом 3. Начнем работу с устного счета. Посмотрите, на доске перед вами таблица. Какие компоненты даны в таблице? Делимая, делитель, частная. Вспомним, как находится делимая, делитель, частная и заполним таблицу. Делимая 12, делитель 3. Чтобы найти частная, нужно 12 разделить на 3. Частная равно 4. Делимая неизвестна. Делитель 8, частная 3. Как найти делимая? Для этого нужно частная умножить на делитель. 3 умножить на 8. Получим 24. Делимая 27, делитель неизвестен. Частная 9. Вспомним, чтобы найти делитель, нужно делимая 27 разделить на частная 9. Получим делитель 3. Делимая неизвестна. Делитель 3, частная 5. Для того, чтобы найти делимая, нужно частная 5 умножить на делитель 3. Получим делимая 15. Делимая 9, делитель неизвестен, частная 3. Чтобы найти делитель, нужно делимая 9 разделить на частная 3. Получим делитель 3. Делимая неизвестна. Делитель 3, частная 6. Для того, чтобы найти делимая, нужно частная 6 умножить на делитель 3. Получим делимая 18. Делимая 21. Делитель неизвестен, частная 3. Как найти делитель? Делимая 21. Нужно делимая 21 разделить на частная 3. Получим делитель 7. И последнее. Делимая 30, делитель 3. Для того, чтобы найти частная, нужно 30 разделить на 3. Получим частная 10. А теперь перед вами числовые ряды. Прочитаем первый числовой ряд. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Посмотрите, ребята, и скажите, какое свойство объединяет все эти числа? Правильно. Все они делятся на число 3. Как получается каждое следующее за ним число? Оно увеличивается на 3. Дополним это в числовой ряд. 18 увеличим на 3, получим 21. Значит, следующее число 21. 21 увеличим на 3, получим 24. 24 увеличим на 3, получим 27. Молодцы! Второй числовой ряд. Прочитаем его. 15, 18, 12, 4, 24, 30. Посмотрите, ребята, назовите данные числа в порядке их увеличения. Что же мы получаем? Верно. 4, 12, 15, 18, 24, 30. А теперь подумайте, какое число в данном ряду лишнее и почему? Верно. Верно. Лишнее число это 4. Во-первых, оно однозначное, а остальные числа двузначные. Все числа делятся на 3, а число 4 на 3 не делится. Давайте, используя этот числовой ряд, составим пример на умножение и деление с числом 3. Составим таблицу умножение и деление с числом 18. Получим выражение. 3х6 это 18. 6х3 это 18. 18 разделить на 3 равно 6. И 18 разделить на 6 равно 3. А теперь все с нами примеры на умножение и деление, используя число 24. 24 разделить на 3 равно 8. 24 разделить на 8 равно 3. 3х8 это 24. 8 умножить на 3 равно 24. Молодцы! Ну а теперь перед вами числа. Данные числа ввели в компьютер. Компьютер выполнил действия над этими числами и выдал их результат. Назовите, какое арифметическое действие выполнили с данными числами. В первом выражении результат равен 21. Значит пропущен знак умножить. Проверим. 7 умножить на 3 равно 21. Во втором выражении результат 6. Какое арифметическое действие выполнили с числами 18 и 3? Верно. 18 разделили на 3. В следующем выражении результат 12. Между числами 3 и 4 пропущен знак умножения. Проверим. Первый множитель 3, второй множитель 4, произведение 12. В следующем выражении результат между числами 24 и 3 получился равен 8. Какое арифметическое действие пропущено? Действие деления. Проверим. Частное число 24 и 3 это 8. Молодцы. Следующее выражение. Какое арифметическое действие выполнили с данными числами? Если результат равен 3. Верно. Действие деления. Проверим. 15 разделить на 5 это 3. И последнее выражение. Результат равен 27. Выполнено арифметическое действие умножения. Ставляем знак умножить. Проверим. 9 умножить на 3 равно 27. Молодцы, ребята. Ну а теперь, ребята, поиграем в игру «Львенок ищет друзей». И повторим таблицу деления на число 3. Ваша задача решить примерное деление и собрать друзей «Львенку». «Львенка ищет друзей». Посмотрите. 30 делим на 3. Получаем 10. 3 разделить на 3. Верно. Будет 1. Найдем частное 27 и 3. Это 9. 6 разделить на 3. Это 2. 24 разделить на 3. Получится, конечно же, 8. Частное 9 и 3 равно 3. 21 разделить на 3. Получится 7. Частное 12 и 3. Это 4. Делимое 18. Делитель 3. Чему равно частное? Верно. 6. 15 разделить на 3. Это, конечно же, 5. Молодцы, ребята. Вы прекрасно справились и с таблицей деления на 3. Ну а теперь, ребята, порешаем задачу. Сколько литров сока в 9 трехлитровых банках? Посмотрите. Перед вами 9 банок. В каждой банке 3 литра сока. Каким арифметическим действием ответим на вопрос задачи? Верно. Умножением. Назовите решение. 3 умножить на 9 равно 27. Ответ. 27 литров сока в 9 банках. Следующая задача. Проволоку разрезали на 3 части по 6 метров в каждой. Какой длины была проволока? Посмотрите, ребята, на сколько частей разрезали проволоку? На 3. Сколько метров в каждой части? 6 метров. Как узнать длину всей проволоки? Нужно 6 умножить на 3. А почему мы выбрали действие умножения? Потому что по 6 берем 3 раза. Значит, ответ 18 метров длина проволоки. Пакетик кофе стоит 3 рубля. Какова стоимость 3, 7, 9 таких пакетиков кофе? Посмотрите, ребята, какие величины даны в задаче? Верно. Цена и количество. Какая величина неизвестная? Это стоимость. Вспомним, как найти стоимость. Для этого нужно цену умножить на количество. Значит, чтобы найти стоимость 3 пакетиков кофе, нужно 3 умножить на 3. Получим 9 рублей. Чтобы узнать стоимость 7 пакетиков кофе, мы 3 умножим на 7. Получим 21 рубль. И для того, чтобы найти стоимость 9 таких пакетиков, мы цену 3 умножим на количество 9. И получим стоимость 27 рублей. Верно, ребята? Следующая задача. 24 спортсмена построились 3 ряда поровну. Сколько спортсменов стоит в одном ряду? Спортсмены построились. Это значит, они разделились в 3 ряда. И чтобы узнать, сколько спортсменов стоит в одном ряду, нужно 24 разделить на 3. А 2 травят 8. Восемь спортсменов стоит в одном ряду. Хорошо. Следующая задача. Ленту длиной 27 метров разрезали на 3 одинаковых куска. Сколько метров ленты в каждом куске? Посмотрите, ребята. Ленту разрезали на 3 куска. Каким словом мы можем заменить слово «разрезали»? Верно, разделили. Какое арифметическое действие выберем для ответа на вопрос задачи? Конечно же, действие деления. 27 разделить на 3 равно 9 метров. Значит, в каждом куске по 9 метров ленты. Выполним геометрическое задание. Насколько квадратов разделен каждый четырехугольник? Посчитай разными способами. Посмотрите. Первый четырехугольник. В первой строке мы видим 4 квадрата. Таких строк 3. Значит, чтобы найти количество квадратов, мы должны 4 умножить на 3. Равно 12. Теперь посмотрим на столбики. В одном столбике 3 квадрата. Таких столбиков 4. По 3 берем 4 раза. Ответ 12. Во втором четырехугольнике. В одной строке 9 квадратов. Таких строк 3. По 9 берем 3 раза. Получается 27 квадратов. Теперь смотрим также на количество столбиков. В одном столбике 3 квадрата. Таких столбиков 9. По 3 берем 9 раз. Ответ 27. Молодцы. Итак, ребята. На сегодняшнем уроке мы с вами научились выполнять задания, в котором повторили умножение и деление с числом 3. Спасибо за урок. Спасибо за урок.